Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и в этом видео я вам расскажу о новости, которая появилась буквально вчера. И да, она понравится абсолютно всем обладателям Иксбокса. И да, поскольку скоро Рождество, давайте посмотрим так, если мы на этом видосе наберем полторы тысячи лайков, кстати, для вас это изи, то я разыграю мафию ремейк. Если что, подробности розыгрыша будут во вкладке сообщества, поэтому палите там, если соберем. И перед началом видеоролика забирайте подписочку на эти на поиски HD по моему промо-коду для новых пользователей на 60 дней совершенно бесплатно. Что смотреть фильмы, мультики, сериалы и прочие проекты. Кстати, в сервис с 1 января вошли клевые новинки, которые стоит посмотреть. Помимо этого, вы получите полный доступ к Яндекс.Музыке и к скидкам на сервисы Яндекс. В общем, ссылку на активацию я оставлю, как всегда, в описании. И давайте начнем. А начнем мы с того, что буквально вчера официальный аккаунт Ubisoft в Твиттере объявил о том, что подписка Ubisoft Plus появится на консолях Xbox. Вообще, слухи, разговоры от инсайдеров ходили об этом очень давно, где-то там год назад, но теперь это уже официально подтверждается. Если что, данная подписка включает в себе только игры от Ubisoft, там их уже больше 100. Ну и самое приятное там то, что новинки в нее попадают в день релиза. На мой взгляд, это просто наилучшее предложение, поскольку тебе не приходится ждать каких-либо новинок, пока они попадут в подписку, как, например, в той же подписке Electronic Arts. Да, там тоже добавляются игры, но там стоит подождать, пока они туда добавятся, либо они проваливаются, добавляются практически сразу, либо появляются где-то через полгода, а то и год. Ну, короче, батлу ждите, наверное, через полгодика где-то. Для тех, кто подзабыл, напоминаю, что Ubisoft сделал такие игры, как Far Cry, Assassin's Creed, Wedge Dogs, The Division, там, Rainbow Six и прочее. И оформляя данную подписку, будьте уверены, что вы в них поиграете. Цена на подписку, кстати, всего лишь 1 тысяча рублей в месяц, но это пока для ПК, и на мой взгляд, это выгодное предложение, если ты любишь игры от юбиков и ты во многое не играл. Но сколько данная подписка будет стоить на Xbox, пока никто не знает, и это неизвестно ровно так же, когда она вообще выйдет. Но у меня по ощущениям кажется, что она выйдет, наверное, ближе к лету, но опять же, это моя теория. Но мне почему-то кажется, что обладатели Xbox волнует больше не цена, а как раз-таки взаимосвязь данной подписки, то есть Ubisoft Plus, с подпиской Xbox Game Pass Ultimate. Ну, поскольку, наверное, все уже знают и догадываются, что она, возможно, войдет в данную подписку, и типа это все будет на халяву. Ну, просто в Xbox Game Pass Ultimate входят все подписки, которые есть на Xbox. И, соответственно, сейчас всех в сети волнует такой вопрос, а войдет ли Ubisoft Plus в данную подписку. Тут я, к сожалению, спешу вас огорчить, такой информации не было, и большинство все-таки склонны верить тому, что данная подписка будет отдельно и не войдет в подписку Game Pass Ultimate, ну, по крайней мере, в ближайшее время. Да, мне почему-то кажется, что взаимосвязь с подпиской все-таки будет, то есть Ubisoft Plus и будет Game Pass Ultimate, но какая именно, ну, можно лишь догадываться. Многих, кстати, российских игроков эта информация расстроила, типа, мол, если она не войдет в подписку Ultimate, нахрен нам вообще нужно за нее что, платить что ли? Да, может быть, это не самая идеальная ситуация, но поверьте, если бы данная подписка вошла бы в состав Ultimate, то очевидно, что за официальную цену Game Pass Ultimate брали бы уже не 12 тысяч, а там 1015-18, вот и думайте. При условии, что юбики выпускают игры не так часто, продление данной подписки на год я считаю немного лишним. И с учетом того, что еще игры от юбиков не особо короткие, могу предположить, что для многих в этой ситуации проще купить отдельную игру и тем самым сэкономить. Но тут опять же, смотря кто за сколько проходит и кто сколько играет. И поэтому советую не ныть по этому поводу, вообще радоваться, что на вашу консоль завозят еще одно выгодное предложение, которым можно воспользоваться. В любом случае, если она будет продаваться отдельно, ее можно там купить на месяц, наиграться в то, что вы хотите и потом продлить ее тогда, когда выйдет, к примеру, тот же Принц Персия. Кстати, помимо всего, юбики анонсировали еще то, что новый Rainbow Six, а точнее DLS под видом новой отдельной игры, станет доступна в Xbox Game Pass с даты релиза. И тут на самом деле, что-то стало жалко обладателей PlayStation, поскольку им придется эту игру покупать за фулл прайс. Ну, конечно, если они хотят поиграть в нее. Несмотря на то, что появление данной подписки у Xbox это просто шикарная новость, я не очень понимаю, почему эту подписку не заносили для PlayStation, потому что, ну, типа, кто это мешает? Да, по-любому со временем она выйдет и туда, как это было с той же подпиской электроников, потому что сначала подписка для электроников была только на Xbox, и потом через несколько лет она все-таки добралась и до PlayStation. И мне почему-то кажется, что в этот раз будет то же самое. Единственное, за что я переживаю, или даже просто не по себе, это то, что эту подписку в российском регионе придется покупать, скорее всего, через дистрибьюторов. Ну, поскольку покупка подписки через Тор, она маловероятна, ибо там даже Xbox Live не купить, к сожалению. Плюс с этой штуковиной есть опасения, что для российского региона подписка может либо там опоздать, либо пока не выйти. Ну, сами понимаете, что исключать такого все-таки нельзя. Ибо мы все-таки живем в России, где через консоль подписки недоступны к покупке. Но, зная юбиков и их отношения к России, я думаю, что они все-таки все сделают нормально. Буду ли я оформлять эту подписку? Скорее всего, нет, потому что в последнее время меня особо не цепляет проект от Ubisoft. Да, есть пару проектов, в которые я хотел бы поиграть или уже играю, да, но такие проекты я чаще всего покупаю по люту мускедону, потому что, ну, опять же, не к спеху в них поиграть. Просто в этом случае я заплачу меньше, нежели я буду ее продлевать там каждый месяц. Да, если бы там вышли такие проекты, как Prince of Persia, там, Remake, Splinter Cell, я бы ее оформил, продлил бы, но пока таких проектов нет, поэтому я не вижу смысла. Многие после этого могут сказать, ага, вот ты и попался, то есть ты понимаешь, что такая система подписок, она не выгодна, она фигня, даже, ну, значит, что твой Xbox Impulse Ultimate фигня. Нет, подписка Ultimate это немножко не то, дело в том, что в этой подписке я получаю много игр каждый месяц, то есть они каждый раз, ооо, там, убавляются, прибавляются, я получаю AAA проекты, то есть в эту подписку намного чаще выкладывают какие-то прикольные игрушки, которые мне нравятся. И, будем честны, мне в подписке Ultimate нравится больше игр, нежели в какой-либо другой вообще подписке, поэтому в Ultimate тут вообще как бы сравнить не стоит, плюс в Ultimate еще заложен Xbox Live Gold, обязательно для тех, кто играет в онлайн, а я играю в онлайн, поэтому мне выгоднее платить за Ultimate, нежели просто, там, платить за Gold и за Game Pass, поэтому как-то так. И, кстати, насколько я знаю, у этой подписки есть какие-то траблы в виде сохранений на ПК, типа, если ты купил какую-то игру и по подписке доступна версия более премиальная, ну, типа Ultimate издания, то некоторые сохранения у вас могут полететь. Я очень надеюсь, что такой фигни на Xbox не будет. Кстати, помимо добавления новых игр, у юбиков есть еще в подписке там фишки кастомизации, ну, а также более премиальные издания, которые также добавляются в эту подписку. Но, в любом случае, исходя из этой ситуации, можно сделать вывод, что подписочная система, это, видимо, для компании все-таки выгодно, но раз я это сделаю, значит, это не просто так. И если это все брать во внимание, то, думаю, слух про аналог подписки Xbox Game Pass на PlayStation может оказаться правдой. Единственное, будет очень интересно посмотреть, кто как будет пытаться переманить пользователей. Будет, кстати, забавно, если плойка в свою подписку включит подписку от юбиков, а Xbox останется с электрониками. В любом случае, поживем и увидим, как будет хорошо или плохо, но в комментариях обязательно напишите ваше отношение к подписке Ubisoft Plus и будете ли вы ее себе оформлять. На этом, в принципе, все. Вот такая вот новость. Большое спасибо вам за просмотр. Если понравился видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.